Вот пошла запись. Сегодня у нас 19-я. Мы решили уколоться крышку, исправить. Вот она крышка. И все это убрали, разломали. Она не подходила плотно. Мы испугались, что там мышь может попасть. Ну и рассмотрели, там плавает что-то. Видишь, тут все. Ну взяли ведро, опустили, все это выловили. Там ничего нету. Кора упала. Кора. Молодец, сейчас вот так потихоньку отнимай, чтобы только не упало оно. А чего ты ее снимаешь-то, почему? Ну он здесь не нужен, а зачем он? Ну аккуратно, не ломай его. А вверху вот этот вот нужен. Видишь, вот эта палка была, а она была посередке. И была выше вот этой вот. И из-за нее 8 дырок получалось. И поэтому мы убрали, новые сделали, опустили туда. Сейчас вытащат вот эту. Так, подожди маленько, сильно не трогай. Вот ведерко специально принес. Веревку мы порубили пополам. Ну это на малом держится. С чертом держится. Выбивай гвозди. Вот тут ты можешь ему помочь. Подержать. А эти там пишут, говорит, когда Никита-то там ведро-то не взял. А это, говорит, как жена Патифара. Считала? Не отпускают меня, надо снимать. Вот они, выстроились в ряд. Они меня ждут купаться. Нет, нет. О, наши девицы. Хорошо берут ягоды. Да и вообще. Я сейчас гляжу. Зашел где, никого нет. Я за шторку глянул. А там в придорожной пыли, в эфросине валяется. На коврике лежит. Я сразу вспомнил Бориса Леонидовича Пастернака. Как ученики преображения, говорит, и валялись в придорожной пыли. Хотя там никакой придорожной не было. Он не знал, наверное, что-то на горе. Так интересно. И когда он пишет «Рождественская звезда», обернулись, говорит, пастухи-то. А кто-то просит потесниться, посмотреть младенца. Это оказалась «Рождественская звезда». Володя старается. Невозможно. Каждый день только и пишут Володе. Скорее его жените на Марине. Она его, говорит, сразу слопает. Я токсичный. Жена Патифара. Хорошо, пойди. Стой, не пойди. Что-то глупости. Глупости. Люди на полном серьезе тебе смейного счастья желают. Как у нас интересно. Там это, ласточка залетала? Нет, ласточка. Вы крутитесь, мешайте ей. В нем залетала. Ну, так уйдите там, не мельтешитесь. Вот он крест. Володиным жилищем. А это лая-то кто? Да что лавит? Ураган. Вроде ураган. Это не просто собака. Это чемпион. Ураган. А это поет, слышала? Юрий Гуляев поет песню, слышал? Какую? Поле. Русское поле. Русское поле. Вот она ходит. Русское поле. Так он на поле поет. Песню слышала же? У него, говорит, отбоя не было от женщин. А прожил 54 года. Мало? А? Мало. Мало, конечно. Смотрите, ласточки как летать. Может, их что поселятся? Ну, она сегодня залетала вот так в круговую. Ну, мы там повесили шторку, то убрать она мешает. Потихоньку свернусь в шторку. Поле. Русское поле. А я твой нежный колосок. Володя, сейчас я приду. Подержать надо? Нет. Не надо. Я, говорит, уже оттяпал ей голову. Хорош, хорош. И там старайтесь не задерживаться. Ласточка еще успеет вывезти. Это я пока что русская. Вообще, я украинское поле. Русское поле. Я твой нежный колосок. Вот она за Гуляева, только загуляла. А тот Гуляев вообще все время не просыпался. Это, знаете, кому фамилии-то давали? Мне однажды сказали, веселая у вас фамилия. Я говорю, ну да. Ну, у тебя фамилия-то была покрепше. Видно, что человек что-то мог делать. Наверное. А здесь все время выходные. Отдыхаем, отдыхаем. Ты с радостью поняла, приняла фамилию его? Ну, а что? Куда денешься? А что, грустить, что ли? А вот интересно, был граф, фамилия его Блудов. Один из самых духовных людей во России. Вот так. Видимо, отмалил грехи прадеда. Ну, стой, как Шариков это сказал. Когда Шарик опять вернулся, говорит, где-то моя бабка нагуляла его. Ну, давай. Так, теперь примерь другую. Так, иди-ка сюда. Держи. Направляй на нужное место. Руку близко не подходи, чтобы не уронить. На нужное место. О, тут все и было. Давай, прибивай. Нет, тут не ровно у вас стоит. Ничего не ровно. Она же здесь у нас помещалась. Вот там. Да, ну да, ну да. Вот теперь ровно. Давай-ка мы прибьем сначала здесь. Слушай, все ровно, ровно. Ровно. Давай, это, снимем сюда и здесь прибивай. Опускай. Я твой нежный колодец. Коля, не надо там крутиться. Отойди, детка. Так, ты близко не подходи к колодцу. Я просил. Вот. Молоденька, я уже наложил. Тут сильно-то большой не надо. Давай. Что, не надо, да? Давай, давай, бери. Ну, желательно. Можешь еще забить или еще. Два было там. Два. Ну, с одной стороны один, а с другой два. Ну, а потом лучше другой. Давай второй. Я твой нежный колосок. Давай. Давай. Точно все, да? Точно. Я вот поверху смотрю. Проверяем. Все у нас получилось. А получилось у нас здорово. Вот так. Теперь, как ты будешь прибивать, вытягивай. Потом ту вытянешь. Да, давай, 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 давай. Сюда, ты туда подтягивай дальше. Нет, ну, зря стягивайся. Сделай. Как команда один. А эту надо вот так вот. Ну, я все и делаю. А вы стягиваете, а она съезжает. Все, все, все. Давай, прибивай. Тут такая маленькая щелка, там никто не пролезет. Я думаю, тут ее нельзя по-другому. Это колодец. Вода чудесная. Подальше. Ну, закривай так, не бей его дальше так. Кривай так почему? Волокна. А? Волокна, видимо, такие. Волокна, это... А я думаю, и не по, поэтому... Сучок может. У него шляпка неровная. И удар твой он скособочит ее. Дай-ка. Нет, дело не в шляпке. Может, сучок там где-то? Он сразу туда уходит. На. Ты его поворачивай маленько. Держи. Держи, что ты по рукам я бить будешь, ишь ты. Убирай руку. Давай, бей. Хорош. Так, давай там, сбегай. Ну, тут у нас все как надо. Сбегай. Все. Выравниваем. Бей. Бей, там тоже щель, но она незначительная. Там можно щельничком прижать. Возить. Да, ну, 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 бей там, где прикладывал. Подальше еще туда. Туда к концу. Вот так. Она сползает. Давай. Ровно? Вот так ровно. И мимо пойдет? Да вот я вот думаю. Да кого думать-то? Она сошла уже. Колодец. Колодцы, которые делали, это большие мастера. От колодца зависело так много. Вот узнать, где вода. Говорит, надо утром встать рано. Не подходи близко. И надо было бороду по земле расселить и смотреть, где пар идет. А выходит, без бороды ничего и не могли найти. И давай. Бей. Она ползет. Бей. Вообще замечательно. Так, теперь маленькими гвоздями у вас здесь вот. Ну, небольшими. Парочку гвоздей. И сейчас мы должны найти толь. И с толью там расправиться. Сверху закрыть. Вот эта щель-то. Видишь, какая она старая-то. И на каждой щели планка. Вот сегодня интересно. Мы делали с ним. Но я не говорю ему, что. Обмешает брусок снять. Все как надо. Вот она, бац, звонок. Надежда Васильевна. Придите, выберите у меня там малину. Мне маленько там отдадите. Ладно. Я еще ничего не догадываюсь. И вот всегда. Я только ухожу где-то. Сатана прям рядом ловит. Он сразу... Володя, такая активность. Ни одной ошибки не делает. Все кверх ногами переворачивает. На другую сторону совсем. Прихожу. Он нарезал планки. Набил с той стороны, где не должно быть. Я просто уверен, что это сатана делает. Вот стоило только мне уехать. Здесь был роман. Такие отличные отношения. Такой работник уехал. Подменили человека. Как осатанел. Все не такое. Все. И батюшка не такой. А до этого принимал крещение. Причищался. С Никитой та же самая история. Как приехал сюда, я сказал, Никита, ты будешь совершенно свободный. Приходи, пей, ешь. Все. Но работает только на себя, на свой дом. И он как взбесился. Сегодня, гляжу, та же самая история. Только я отойду, тут сразу вот так вот. Так а ты ничего не сказал. Так и так понятно. Мешал брусок с той стороны, убрали. А до чего ты переворачивал-то его теперь? То есть нам не безызвестны волосы сатаны. Это очень важное решение. Ну-ка, бери, как. Как. Вот сейчас Толю закрываем. Брусками зашиваем. И все. Вот сегодня у меня такое искушение было. Только ушел, прихожу, все кверх ногами. Совершенно в другом направлении сделано. А зачем ушел? И зачем меня позвали? Я девчонок разбудил. Пришел. А где Фрося? Открыт там у девчат-то. Она не на кровати. Она на кровать нельзя ложиться. Она просто на пол свернулась и лежит. В придорожной пыли. Фрося! Молчик. Фрося! Рядом стою и даже ухо мне ведет. Ну еще колокол был и ударил. Я ее воды взял в стакан, брызгай на нее. Она, видимо, во сне дождь видит. Я тогда просто стал лить на нее. Она, наверное, подумала, потоп тогда соскочила. Так, где? Чтобы так спать. Вот ребенка, который привозит дети. Разбуди, на улицу вытащи, своруй его. Он даже не проснется. Я не знаю как. Я помню, мы с отцом пасли. Я хорошо слышал. И вот корову бывает прилягут. А уже осень. Но корову-то близко не допускают. От коров там метров десять лежишь. И вот корову поднимаются. Сухой травой шелестят ногами. Я сразу проснусь. А поднимались мы всегда где-то раньше пяти часов утра. А вечером-то бегаем чуть не до двенадцати и играем. Спать охота. Ложиться нельзя на палку. Палка бадиком называлась. Обопройся, упал опять. Вот говорят, когда дежурный где-то журавль, цапля, они камень берут и в ноге держат. Как заснул, камень упал. Он на часах-то был. А в Римской империи, если часовой засыпал на пасту, его сразу уничтожали. Это опасное состояние. Я с детства на поле с отцом за один раз легли отдыхать. Просто прилечь маленько. Я слышу под нами, что на шевелился. Я отцом толкнулся, скорее соскочили. Я сдернул этот дождевик. А дождевик такой брезентовый. А там гадюка. Когда змей был, отец около 70 лет за лето убил. Гадюк. А сейчас ни одной нету. Причина какая, не знаю. То ли распахивать стали много. Вот сейчас Володя найдет хорошую. Прикроем. Чтобы туда ни капли не попадало. Обделать надо. О, Володя, вообще замечательно. Коротковато. А? Короткая она. Ничего, нормально. Давай. Вот так вот. Теперь все там, там маленько подрежешь. Она уже легла. Второй слой. Но надо резать. Вот она подальше зашла. Так и должна быть. И там маленечко. Подожди, топорик. Где он тебе? Подожди. Палочку давай щекнем. Убери маленько. Палочку. Ну рейку давай быстрее. Рейку. Гена твоя рейка. Держи. Как-то прижми ее двумя руками. Рейку. Так. Назад. Отломаем. Ну все. Если он был бы, сейчас отрезали. Держи. Все. Туда отошла. Оторванная. Теперь положи еще что. Нет. Вот этот обломок-то где? Подожди. Он как раз туда подходит. Вот так вот. Подожди. Вот так. Вот почти, почти. Как раз. Давай следующий. Накакрывай. Мы закроем, чтобы вода не протекала. А потом вокруг обожжем, чтобы ни одна мышка не залезла. У нас ничего нету. А все из ремня. Из тряпья. Из ремья. Я думаю, ничего здесь не надо. Потом отрежем, когда прибьем планки. Маленько прийми. Так, все. Давай планки. Когда прибьем, тогда легче отрезать. Тогда можно с большим ножом и отрежем. Давай. Где эти? Начальник. Это теперь не имеет значения. Надо прибивать вот так по краю. Ну да. Давай, прибивай. Саморезы-то эти. Вот здесь сейчас придавишь. Держи сам. Так. Наживайся. Видите, сколько ты их испортил. Все здесь. Попадай в доску. Пошел. Теперь вот сюда вот. Вот это. Подожди маленький. Все, давай. Пошел это вот это. Молоденько, прижми. А где остальные еще у тебя были? Вот это уже что-то. А то открытое там щель на щель. Так, постой-ка, молоденько. Вот здесь надо вот так вот пришить. Сейчас, смотри. Вот. Сейчас все сделаю. Там пока пришивай. Так, по сюда вот. Давайте. С этой стороны заходи, чтобы солнышко тебя не светило. Давай. Смотри, где доска. Вот сюда. Потом отрежем. Так, а где еще брать? Давай. Смотри. 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 Подожди. Подожди. Сейчас сделаю что-то, как надо. Там уже попиличные будем делать, да? Нет, конечно. Воду задерживать. Там защита. Да. Нам никак. А вот это на, прибиваем на покраску. Не попадай только в щель. Смотри, в щель не попадай с той стороны, тоже заглядывай. Ну, вот это все, больше ничего не надо. Вот это прибьешь. Пошел. Охота бы вместо этой подвинира, не знаю. Это мы башню свалили там, в лагере бывший. Она наклонилась, как тезанская башня. Когда что-то ищешь, тебе всегда попадется. Ищущий находит. Так. А в городе что бы делал? Воду, краник открыл. А сегодня мы где что-то делали? В городе ничего нельзя делать. То есть, я хочу, а куда? Да все, хватит, да Игнать. Ну, давай. От Алишки. Хватит? Слушаюсь и повинуюсь. Так, говорил один там, Хаттабыч. Теперь нос нужен. А вот щипцы, чтобы не терялось, я к ним пришил. Верю, видишь какую-нибудь? Она уже оторвалась почти. Вот маленько тут надо зашить самую. Она прорвалась. Может, ее немножко обрезать? Да нет, пускай так. Потеряли-то все уже. А были бы такие, ничего не было. Так, все. Все. Найди нож и аккуратненько обрежь. Вот так вот, слышь. Молодя, вот настолько вот пониже, рядышком. По прямой ножом. И там. А потом вокруг обделать. Ну и все идет. Взяли с чем. Все. Сейчас еще надо место, где шланг продернуть. Иначе он еще. А. Вот наш. А что, сам не хочешь резать? У вас лучше получится. Так выточнить не так делай. Все доверяют, понимаете, вот. Доверять доверие это большое дело. Говорят, сколько вам лет. А годы определяются востребованностью. Если ты никому не нужен, состарился раньше времени, да еще спрашивать. Ты отжил, уже нет тебя. Видишь, я его как делаю? Куда, чтобы она старая, она непрочная. Но, однако, прорезается как надо. Ничего. Все, видели? Лохмотье. Все сделано. А теперь все это. Все. Все. Субтитры делал DimaTorzok 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 Далее Это лошадей так провязыватьcker Дальей Матроски узлы всякие вязали Далее Что, для шланга что-то этого надо! Что, прорезь какую-то? Какую-то прорезь сделай. Давай провод. Подожди. Где провод? Ты его привяжи, чтобы провод у тебя за что-то привязан был. Так. Тебе, может быть, обмотнуть его надо здесь, Володя? Обмотни вокруг столба. Узлом. Теперь вот этот вот. Теперь надо сделать так, чтобы он здесь... Вот здесь достаточно тут выходил? Да. Ножовку давайте сюда. Ножовку подай. Ножовку. Ножовку. В тачке лежит. Давай. Желтую. Все приготовь, чтобы воткнуть. Господи, благослови. Так, это не простое дело. Так, давай. Топорик дай. Ну а девчонки, какое дело-то? О, Володя, это вообще золото. Ну, ясное дело, что наши сестры нами дорожат. Вода у них есть, все что надо сделано. Туалет на два очка. Сделали постельки, спать где есть 12 человек. Крышку? А под провод? А под провод-то зачем? А вот она рядом, она достаточно. Конечно. Я думаю, ничего не надо. Ну что, давай. А теперь надо смотреть, что получилось. Гляди там, где эти. Все? Все включится. Провод свободно. Включай. Сейчас, сейчас туда иди. Ну ты включай. Ведерко надо. Ведерко. А не надо, не надо. Давай. Эти палить можно, или крапивку. Кобрация. Слава тебе Господи, сейчас вода пройдет по Слангу и можно напиться. Невозможно, девчонки пейте. Э, ну-ка иди сюда, как вода? Холодная, хорошая. Одно удовольствие в такие ладошки цепи. Иди сюда, скорее иди пей. Ну, красавица, умирайтесь, давай, пей. Все, круто. Так, я вот сюда сейчас подталкиваю, нажимаю доской. Это шлем богатырский, такие люди раньше были. Все, колодец заделали, сделали скат, закрыли от мышек. А это ща работа тут такая. Ой, а это че? Хрен. Хрен. Это вы наши корни хрена принесли и бросили, и все сгнило. И материя сгнила, и все. Кто положил сюда? Не знаю. Это надо же такие корни, представьте себе, корни хрена. Это сколько они тут пролежали? Ну, пропали все, да? Да они не пропали. А? Нет, не пропали. Отмыть сейчас же. Никуда не ходить, ничего, промыть. Сейчас думает только искупаться. Смотри, вид-то какой, недовольный. Я должен быть недовольный. Я с таким трудом копал, приготовил, а вы это что делаете? Ну-ка, давайте скорее отмойте, и тогда купаться. Это же вам все пойдет, а не мне. Он высох уже, знаете, Тихона. Который не нужно бросить. А он весь высох. Ну, во-первых, испортили. Представляете, какие здоровые корни, ну уже нету. Он высох их. Кто их сюда принес? Я не знаю. Я положил там их, как около крыльца. Не знаю кто. Ну не знаю, ну ваша женская логика. Я не приносила, я не приносила. Ну ты не виновата, ну кто сделал это? Я. Ну найти можно? Ну наверняка можно. Ну найди. Иначе разговор я буду вести другой. Как старались, старались мужики. А вы на смарку все. Не годится. Это уж не пойдет на еду. Его ни к чему замыть. Володя, ты видал, что с хреном делает-то? Это моя вина с Виталием. Мы вместе приносим. Ну ты знал это? Да, знал. Ну а знал, что ж ты молчал? Забыл про него просто. На тебе женщины пашут. Подкаблучник будет. Я не переживаю насчет этого. Страшнее подкаблучника никого на земле нет у меня пишут. Я говорю, самое злое создание женщины. Но еще шуже, когда мужчина злой подчиняется злой женщине. Как ирод. Подкаблучник был ужасный. Давайте. Разберитесь с хреном. Вот знаете, что-то можно еще спасти. Очистить, перекрутить потом. Мамке скажи. Так, Володя, все? Залейте в тазик. А что проводите? Давай, Галина Александровна, доведи до конца это. А я поехал. Я больше тут не нужен. Правильно? Да. Ты согласен, что я не нужен? Да, не нужен. Давно бы так. На ужин приходите. Ладно. А там веревка, ты знаешь, что это означает? Да, знаю. Для ведра. Отдельно где-то положи, она неприкасаемая. Все понял. Ну ладно. Еще стоишь, Полина, иди помогай. Ты лишнее все время. Вот пнешь ее под зад, побежит, нет, значит будет стоять хоть день. Железная логика. Лежала по старообрядчески тысячу лет, пусть и дальше лежит. Вот так рождаются хорошие жены. Когда настоящие мужчины рядом учат их. Они работают тогда. За настоящим мужчинам, она знает, что мужчины, она как за горой. Никакие элементы ей не грозят. Мусульман, смотри какие мужчины. Четыре жены, и все накормлены, и всех детей кормят. А тут одну и бросил негодник. 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 Негодник.